Ваше Высокое Преосвященство, Владыка Игнатий, Ваше Преосвященство, Владыка Тараси, дорогие владыки, высокие представители государственной власти, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую в этот день праздничный в канун праздника Преображения Господня и радуюсь, что Господь меня привел в Великий Устюг. Конечно, мне приходилось многое читать и многое слышать об этом замечательном граде, ровеснике Москвы, городе, который имел огромное значение в истории нашего Отечества, города, построенного на перепутье основных торговых путей, можно сказать, путей, по которым развивалась русская цивилизация. И не случайно, что именно в таких местах Господь даровал нашему народу святых угодников Божьих, как светочей, как примеров, которые не только словами, не только проповедью Евангелия, но своей собственной жизнью свидетельствуют людям о том, каким может быть идеальный человек. А вот без этого образа идеального человека жить невозможно, потому что каждая эпоха рисует свой образ. И чем дольше живет человечество, тем этот образ, наризованный эпохой, все больше и больше отдаляется от идеала. И то, что нам сегодня предлагается в качестве героя нашего времени, это бесконечно далеко от евангельского идеала. И так было не только в новейшее время, так было всегда, потому что грех человеческий этот идеал искажает. И вот святые угодники своей жизнью, своим подвигом являли людям идеал жизни. Они становились не только святыми, они становились нашими национальными героями, почти что легендарными личностями, на житиях которых воспитывалось каждое последующее поколение русских людей. Сегодня мы живем в то время, когда на каждого из нас обрушивается огромный информационный поток, который несет в себе разное. И человеку очень непросто вычленить из этого потока то, что во благо и на пользу ему, то, что является и несет в себе питательную силу для жизни, и что несет в себе смертельный яд. И единственное, что у нас с вами есть, для того, чтобы мы были способны отличать добро от зла, различать духов, это наша вера, это наши идеалы, которые запечатлены в личном подвиге святых угодников Божиих. Вот сегодня мы вступили в празднование замечательного праздника преображения Господня, и вы все знаете эту евангельскую историю. Господь возвел троих своих учеников, самых близких, на гору и преобразился перед ними. Они увидели иной мир. Они увидели своего учителя, но он был иным, чем тот, кто разделял с ними каждый день жизни, кто вместе с ними вкушал пищу, кто вместе с ними по пыльным дорогам к Галилее и Палестины много раз пересекал всю страну, проповедуя свое слово. Это было видение, явление иного мира, того самого, который принадлежит Богу, и того самого, наследними которого каждый из нас может стать, если только мы не потеряем способность отличать добро от зла, если мы сохраним способность сопротивляться губительным искушениям и строить свою жизнь так, чтобы она соответствовала воле Божией. А через такую жизнь всегда приносится великое благо и ближним нашим, и дальним, и народу, и Отечеству нашему. Вот почему христианский идеал в какой-то момент истории нашей стал национальным и даже политическим идеалом за отстаивание способностей и возможностей народа беспреткновенно следовать этому идеалу проливалась кровь защитников Отечества. Недаром наши предки всегда воевали за Родину и за Церковь. Они не отличали этих понятий, потому что понимали, что Родина, которая потеряет подлинный идеал жизни, она может перестать быть Родиной. Вот почему любовь к Отечеству, патриотическое чувство, оно всегда воспитывалось Церковью таким образом, чтобы этот патриотизм никому не угрожал, чтобы любовь к Отечеству развивала лучшие духовные, умственные силы нашего народа. Я говорю обо всем этом потому, что Великий Устюг был местом вот такого цивилизационного развития Древней Руси. Здесь люди знали о том, о чем мы сейчас с вами говорим. И свидетельством тому является множество храмов, сохранившихся даже до сегодняшнего дня. свидетельством тому является и ваша вера людей 21 века, отделенных почти тысячелетием от времен, когда святые преподобные отцы несли здесь свой спасительный подвиг. И давайте только вдумаемся в это. Ни одна гражданская институция не сохранилась за эти тысячи лет. Страна изменилась до неузнаваемости, человек изменился до неузнаваемости, а вера православная все та же. Идеал духовной жизни и жизни человеческой все тот же. И благодаря именно преемственностью этих духовных и нравственных ценностей и сохраняется наш народ. Вот почему мы говорим о том, что решающая роль в сохранении народа, его, как сегодня мы говорим, идентичности, то есть подлинности народа, является православная вера и Церковь православная. И эту роль Матери Церкви особенно чувствуешь в таких старинных русских городах, как Великий Устюг, прославленные своими святыми и замечательными храмами. Я радуюсь, что могу сегодня этот праздник встретить вместе с вами. Я от всего сердца хотел бы вам всем пожелать хранить веру в православную, воспитывать в ней своих детей и внуков, ничего не стесняться. Старшее поколение стеснялось говорить о Боге. И даже иногда тайно крестили детей. Сегодня нет такой необходимости. Мы живем в свободной стране, мы живем на своей родине. Мы можем смело исповедовать свою веру и воспитывать в ней и детей, и юношества, для того, чтобы следующие поколения передали благодать Древней Руси, святость в том числе и этого места, с его святынями и замечательными памятниками, чтобы и следующие поколения людей сознавали свою живую, реальную связь с великими святыми предшественниками, чем всегда и была сильна земля наша. Еще раз хотел бы пожелать вам помощи Божией в вашей жизни, здравия душевного и телесного, мира семейного, радости у всех тех, кто живет в семье и кто-то одинок, потому что Господь способен даровать свою радость любому человеку и внешне удачному, и внешне не очень удачному. Когда сохраняем веру, сохраняем всегда возможность оставаться счастливыми. Пусть Господь благословит, великий Устюг, Церковь, где пребывающую, владыку епископа Тарасия, благочестивое духовенство, областные власти в лице губернатора, которого сердечно здесь еще раз приветствую, и всех вас, мои дорогие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова